Боже мой, какие эти птицы все-таки огромные. Просто огромные. Время от времени, когда мы встречаем пассажиров, я вижу, как они просто ныряют с высока. Воду выныривает. Это потрясающее зрелище. Субтитры создавал DimaTorzok. Хорошо, играй что-то ты хочешь. Поехали. Поехали. Маримба. Маримба. Спасибо. Спасибо большое. Я очень рад. Но вы играли мне очень много. Субтитры делал DimaTorzok Что ж, друзья, наконец подошел к концу мой рабочий день, точнее первая рабочая половина дня и я хочу отблагодарить музыкантов, которые делали музыкальное сопровождение для нас. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Прямо в дом А на обратном пути обязательно пройду по береговой линии. Это место мне уже нравится. Во-первых, очень обожаю такие открытые площадки, на которых видно прекрасно море, на которых видно ландшафт. Пожалуйста, потрясающий вид. Я потратил, наверное, минут пять, просто наблюдая, как резвится эта собака, она гуляла с волнами. Я скучаю по своей собаке. Собака моя, если ты смотришь это видео, я целую твой мокрый носик. Надеюсь, ты еще помнишь своего чокнутого хозяина. Я скоро вернусь и обниму тебя. Что, прячешься от меня? Какой застенчивый. Извините, друзья, здесь очень ярко. Ненавижу смотреть на свою скрюченную физиономию, когда монтирую видео. Думаю, что вы тоже. Самое неприятное, что солнце светит сзади, поэтому, собственно, она будет засвечивать. Всюду безделушки, сделанные в Китае. Ну, в лучшем случае, это какие-то плетеные нитки или какие-то бусы, сделанные местными людьми, которые тоже выглядят всюду одинаково. Я видел, разве что, вчера в Хунтереносе заказал брелок с именем. Очень классно. Я был поражен просто, как мужчина, опытно и быстро все это сделал. Это у него заняло считанные секунды буквально. И вот этот станок, который типа лобзика электронного, стационарного, работал, он, несмотря на то, что это опасный инструмент, можно поранить пальцы и все остальное, он смотрел по сторонам, пока он пилил. То есть человек настолько свободен в своих действиях, так свободно это делает, настолько опытен в этом, настолько мастеровит, что это не занимает у него никаких, собственно, усилий. Я думаю, что на том берегу он делает чуть ли не самые лучшие деньги, потому что один брелок обходится от 3 доллара. Местные, я полагаю, делают их гораздо дешевле, но мы же туристы, на туристах надо зарабатывать. А, я такой турист. Я турист. Окей. Интерес подогревается, спрос растет и дядька делает денежку. Молодец. Молодец. Кстати, прошу прощения, я не представил вам ранее, мы находимся в Никарагуа, в городке, который называется Сан-Джоан-дель-Цур. Откровенно говоря, я вообще плох в географии, и слава богу, что я сейчас работаю над этим. И благодаря своей хорошей работе делаю некоторые успехи. Могу наглядно посмотреть, как выглядит та или другая страна. Раньше я думал, что Никарагуа находится где-то в Африке. Это моя ошибка. Также я думал, что люди здесь общаются на каких-то африканских языках. Это тоже заблуждение, потому что люди здесь испаноязычные. Те, которые связаны с туристической промышленностью, конечно же, знают английский. Худо-бедно. А так, в основном, все говорят на испанском. Вот я подошел, наверное, к первой достопримечательности местной. Это такой играющий мост. Каждый шаг просто в мостик гуляет под тобой. Кстати, мой товарищ по комнате сказал, что, скорее всего, в этом... Как не мудрено, я понял, что правда, да? Поэтому я буду идти понемножку исправшивать. Пока что все мои разбросы заканчивались тем, что... No English, no English. Espanol sea. Что это такое? Вы слышите этот звук? Что далеко интересно? Я дикарь из Украины, который приехал открывать для себя новые просторы. Похоже, что здесь, как и всюду, первая береговая линия настроена небольшими отельчиками. Как видите, никаких таких ограждений, которые мешают проходить по пляжу, здесь нет. Поэтому если я спокойно иду... Я уже видел такую штуку раньше, понятия не имею, что это. Хотя я уже наконец-то узнаю. И обратите внимание, какой путь я уже проделал. Вот этот весь пляж. Собственно говоря, вон находится терминал. Надеюсь, что я его сейчас снимаю. Вон находится корабль. Вон находится памятник. Вот нахожусь я. That's it. Oh, yeah. Только что я встретил двух американцев, которые просто отдыхают здесь туристическим образом. Сами приехали сюда. Из нашего короткого разговора я узнал, что туда добраться все-таки можно пешком. Только надо делать большой круг. А какой именно, они не знают. Но тем не менее, как это все-таки круто, когда имеешь возможность пообщаться с людьми из разных стран, поговорить, спросить. Это супер. Я хочу иметь много друзей в разных странах. Очень много. Сейчас я иду по одной из небольших улочек местных. Кстати, за моей спиной что-то вроде детского садика или школы. Наверное, все-таки садик. Здесь резвятся детки. Стоят разные аттракционы для них. Я зашел в какой-то интересный райончик. Но, судя по всему, мне придется сейчас развернуться и топать обратно. Потому что впереди закрытые ворота и охранники. Я надеюсь, что кто-то из них общается по-английски и сможет мне подсказать. Джентльмены любезно поиграли со мной в игру крокодил. Как я люблю это. Ну, к счастью, было легко показать пальцем просто туда и показать себя идущим туда. Мне так нравятся подобные квадратные деревья. Вот я пришел к следующей улице. Для того, чтобы прийти к пункту назначения, мне необходимо пройти сейчас по таким вот дорожкам. Только что я пытался купить новые для себя фрукты. За один доллар можно было купить огромную гроздь этого не пойми чего. Я так думал, что это наподобие... Я думал, что это бананы, но это больше похоже на кактусы в виде бананов. Без колючек, конечно же. Интересная штука. В общем, и когда я спрашивал их жестами, могу ли я это есть, они показывали, что нет. Чистить и фрита, фрита. Вот что значит фрита, надо спросить моих испаноговорящих друзей. Судя по всему, для того, чтобы посетить нашего товарища Иисуса, надо заплатить 2 доллара. Нельзя брать с собой мусор, выпивку, автоматы, пистолеты. В этот раз я воздержусь. Ох, вот теперь это начинает быть уже интересным. Отдышечка-то моя дает о себе знать. Бегай, не бегай на седьмой палубе, занимайся спортом, не занимайся. А когда идешь в горы, устаешь гораздо быстрее. Кстати, обратите внимание, какая прелесть. Наверное, потрясающе жить и видеть это каждый день из своего окна. Но я бы больше хотел каждый месяц видеть новый пейзаж за своим окном. Или каждые несколько месяцев. А самое главное, чем выше я поднимаюсь, тем больше есть возможность осмотреться по сторонам. Потому что сюда мы еще вернемся один разочек. И я сверху сейчас смогу увидеть, куда мне, собственно, двигаться. Потому что карта картой, на ней могут быть определены какие-то интересные туристические места. О, гораздо интереснее увидеть их воочи. Наверное, эта дорога мне не подходит. Ничего такой вид, да? О, ех. Идем дальше. Я все еще на полпути. Хочу рассказать еще одно из своей страсти. Помимо гор, о которых я могу бесконечно говорить, я еще очень люблю поросшим мхом камни. Вот маленький пример того, о чем я говорю. Просто обожаю старые, такие монументальные глыбы каменные, которые провалялись на месте, где они, собственно, стоят. Десятки, а может быть, сотни лет. Я не думаю, что это находилось здесь сотни лет. Может быть, точнее подойдет для такого сравнения какие-нибудь каменные памятники, каменные сооружения в Юго-Восточной Азии. Или где-нибудь в джунглях еще. Вот просто хочется подойти и обнять этот камень. Искаженное у меня восприятие, да? Эстетической красоте, как бы там ни было. Whatever. Как бы сказали мои американские друзья. Я почти добрался туда. Так, друзья, похоже на финишную прямую. Последние шаги. Несколько минут отделяет меня от этого памятника. Я не встретил больше ни одного туриста, который направлялся бы туда. Ну, конечно, наши ребята-фотографы находятся здесь и снимают видосы. Правильно делают, потому что, как вы догадались, я уже прибыл на место. Я сниму кепку, если она улетит. Я так и буду снять с открытым ортом. О-е-е! Смотрите, где находится наше судно. Вы видели, как выглядит побережье с корабля во время немножко штормовой погоды. Просто потрясающее зрелище, когда вода бьется о скалы. Она подлетает. Брызги просто такими стенками падают от камней. Замечательное берегище. Кстати, здесь на верхушке я встретил только что двух ребят со своего корабля. Они спросили, как я добирался сюда. На такси или сам я сказал, что своим ходом они сказали... Оу, no way! Привет, дружок. Привет. Скажи привет. Он сказал... Под самой статуей находится маленький храмчик, в котором стоят буквально несколько лавочек. Маленькая копия этого памятника, которая размечена по кусочкам, где какая деталь. Потому что этот памятник собран из многих разных таких составных блоков, как конструктор. Сейчас вы это увидите. Вот так выглядит этот памятник в лесе. Очень красивое место. Так и не хочется отсюда уходить. Супер место. Все самое трудное. Восхождение в гору уже позади. Сейчас мне остается только идти вниз, лениво спускаясь. Прелесть. Класс. Необычное ерево. Такое халабудка себе. Всегда беру с собой в дорогу яблоки. Какие-нибудь хлопья. Путь назад очень легкий и быстрый. Не буду говорить об этом больше. Но для того, чтобы подняться, я потратил, к примеру, 15 минут, начиная с того пункта. Для того, чтобы спуститься, я потратил почти 3. Так близко и так далеко. Буквально минут 7 назад я был там. Эти детишки только что догнали меня на великах. И сигналили мне голосами своими. Пик-пик. Пик-пик. Я им сказал ола. Они тоже со мной поздоровались. И сказали мне гудбай. Дети всюду дети. Такие милые. Такие безобидные. Обожаю детей. Обожаю маленьких пупсов. Обожаю. Я люблю тебя, жизнь. За это, за это, за это. О, прелесть. Как принято почти во всех моих выпусках, когда я нахожусь на новых пляжах, я всегда пробую, как выглядит песок, как выглядит вода и стараюсь передать эти ощущения. Я не собираюсь изменять своим традициям. И прямо сейчас попробую описать вам, как выглядит этот песок на ощупь. Интересный анонс, не так ли? Он, по ощущениям, он, по ощущениям, напоминает перетертую мелкую таманную крупу с мелким обычным песком. Я вижу много измельченных просто до миллимиллиметров ракушечек, которые составляет этот песок. Можно посмотреть, как они блестят. Песок здесь довольно приятный на ощупь. Легкий. Что касается его влажной составляющей, когда ходишь по нему в воде, то ноги немножко погружаются под него. То есть я прекрасно помню ощущения от песка Черноморского, который находится на побережье Черного моря, рядом с моей прекрасной родиной Украиной. Оно отличается, потому что здесь как бы немножко более глыбко. Я ставлю ногу и я проваливаюсь, вы видите. Я проваливаюсь. Песок оставляет после себя вот такие вот следы, которые тоже... Это были маячки, маячки вот здесь. Ееее, я выловил их. О, да. Напрашивается вывод, вода здесь не очень чистая в связи с этим песком, который сам по себе черный, грязноватый. Это напоминает пляж в Пунта Реносе. Ой, кстати, если не смотрели предыдущий выпуск про Пунта Ренос, обязательно гляньте. Так там песок, по-моему, еще темнее, еще грязнее. Короче, вывод такой. Если вы собираетесь помыть руки в этой воде, ничего у вас не получится. Потому что все равно руки останутся в песке. Я пытаюсь ввести кого-то в заблуждение. Наверное, в себя. Окей. Вся дырявая башка. Выйди ту лодку. Я был уже гораздо дальше ее. Еще столько же расстояния туда. Я вспомнил, что я забыл кое-что. Вот здесь. Сильно уж хорошо мне шлось без них. Сильно легко. По песочку приятно шагалось. Честно говоря, я думал, что их унесло в воду, а я этого не заметил. А потом вспомнил, что я их оставил, когда пытался описать вам песок. Хорошо, что они здесь есть, потому что на круизном лайнере не так легко найти обувь, которое тебе будет подходить по его размеру. Особенно, если твоя нога не маленькая. У меня не маленькая нога. Как можете обратить внимание. Друзья, вот, похоже, тот фрукт, который я видел раньше. Показывал вам высохший фрукт. Или понятия не имею, что это такое. Похоже на фрукт благодаря этой штучке. В отличие от того сухого образца, этот довольно тяжелый, увеслистый. Он совсем не трещит. То есть косточки находятся в какой-то массе. Я не буду брать его с собой. Но мне очень интересно, конечно, что это такое. Он очень прочный, очень такой твердый. Сейчас я попробую в рот перейти этот маленький канадчик. В прошлый раз я проходил по этому мосту. Сейчас пройду здесь. Снимаем его боку. Умничка. Я в жизни никогда не видел вживую, как люди катаются на серфинге. Это первый раз мне удалось это увидеть. Ходя по всему, отец учит ребенка кататься, потому что дочка кричала «Пап, I'm coming!» или что-то в таком духе. Непременно рано или поздно научусь кататься на серфинге. По-любому. Вот там я был. Класс! Собаки! Ой, чудо! Чудо! Как мне не хватает моей сябы! Так, дубль номер два. Розочка, красавица моя, если ты меня слышишь, я передаю тебе чесание за ушко. Блин, я скучаю. Я скучаю! Время от времени встречаю опять своих товарищей, своих коллег по работе, которые зависают в ресторанчиках на Бодобилтеде, заказывают что-то из еды и сидят в интернете. Но мы в Никарагуа будем всего лишь, по-моему, еще один раз. Поэтому как бы сейчас пока есть возможность, я предпочел посмотреть, что здесь находится. Эдуардо. Эдуардо Майяму. Несно встретить тебя. Очень хорошо. Я собираюсь видео из разных стран, из местных людей. Но порноография. Нет, нет. Нет, нет, мой парень. Ух, друзья, ну что, подошло к концу мое маленькое путешествие в Сан-Джуэн-дэль-Сур, Нигурагуа. Никарагуа. И напоследок, мои друзья, я хочу вам показать трофеи, которые я сегодня раздобыл. Приступаем. Во-первых, это местные деньги. Кордоба. Это одна кордоба, это пять кордоб. С другой стороны не выглядит вот таким вот образом. Также у меня есть бумажные деньги. Вот, сначала я вам покажу десяточку. Десять. Да. Что примечательно, они такие же целлофановые, как канадские деньги. Ну, не целлофановые, я не знаю. Это очень прочный материал, поэтому их испортить, их намочить или их сделать, крайне нереально. Они действительно очень прочные, даже попытаться их разорвать будет стоить больших усилий. Вот, пожалуйста, двадцатка. Выглядит она вот так. Да. Также я купил магнит по своей традиции. И когда не получается купить магнит, я покупаю открытки с местами, где я побывал. Вот, собственно, здесь я сегодня был, вы это видели. А также я купил подарок. Вот такую вот пачку кубинских сигар, которая называется Хабанос, Ромео и Джульетта. Такая упаковка здесь стоит 12 долларов, здесь 10 штук. Это значит, что одна сигара приходится на один и сколько и два? Один и два доллара. Сам я не курец, но у меня есть друзья, которым я хочу подарить, сделать такой подарок по своему приезду. В порту мне, кстати, предлагали купить коноплю. Гашиш я тоже не принимаю, поэтому мне это ничто не интересно. Предлагали мне тоже выпить спиртного, а меня это тоже не интересует. Вы можете подумать, что скучно, если я не пью. Шиш, я без этого чудной. Друзья, на этом видео выпуск подошел к концу. Большое вам спасибо за внимание. Пожалуйста, продолжайте смотреть их. И в следующий раз я буду, я не знаю где. До встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok